Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и мы начинаем имперскую кампанию. Первую миссию я выбрал в качестве Агроса. Так, давайте посмотрим, что нас тут окружает. В общем, окружают нас лагеря наших доброжелателей, целых четыре лагеря. По торговле у нас покупают мрамор. Так, вот это, наверное, будет самый полезный из маршрутов. Так, что еще у нас покупают? Мрамор, оливки, мрамор, мрамор, ничего. Ну что ж, давайте, наверное, тогда начнем с первого маршрута. Давайте пока что только мраморные месторождения пооткрываем. Ну что ж, наверное, получится, что мы зайдем в долги сперва, поскольку нам нужно будет выстроить правильно нашу экономику. И полностью ее функционирование должно быть... Так, пристань. Ну что ж, давайте браться. Так, первая пристань есть. Вторая пристань есть. Так, еще одна пристань. Если уж не вплотную, пусть хотя бы так. Так, есть. Однозначно, дорогу мы будем здесь сносить. Квартал будет совсем по-другому обустроен. Так. В принципе, вот это уже более-менее справедливое расположение этого квартала. Так, что еще? Третий лагерь нам нужен. Отлично. И все наши братцы будут продавать то, что им нужно. Так, по 24 единицам рамы на каждый маршрут будет построен. Кхм-кхм. Примерно в таком стиле все будет построено. Так, здесь мы также продаем мрамор. Ну, как видите, мраморное королевство у нас здесь будет. Все мы будем продавать. И, тем не менее, у нас сохранилось 7187 динариев. Что очень и очень нас должно радовать. Теперь. Ткацкая мастерская и мебель. Где они будут расположены? Так, ну вот первое наше пятно. И второе. Ну, давайте где-то в этом районе определим тогда эти мастерские. Примерно, примерно, примерно это будет вот здесь. Да. Так, что касается мастерских. Давайте же сначала поставим, наверное, торговый склад. Который будет продавать и одежду, и мебель. В ровной степени. Пусть даже немножко ниже. Так, потом мы поставим дополнительные склады. Собственно, с этими двумя товарами. Так, один у нас на одежду направлен, второй на мебель. На самом деле, очень важные товары. Мебель позволит нам развить наших всадников. А одежда позволит нам подняться на одну единичку изначального уровня. Развитие нашего полиса. Так, ну, все это второстепенные будут моменты. Давайте сперва застроим. Наш полис. Так, чего бы нам здесь начать? Давайте, давайте, давайте. Давайте начнем, наверное, с овчарника. Не стандартное размещение района. Обычно мы как-то квадратами все застраивали, а здесь политика наша меняется. Ничего, к лучшему. Всегда приятно что-то новое испытывать. Так, овчарня. Ну, я думаю, пять овчарней будет вполне достаточно, чтобы обеспечить и нас, и себя. И все наши торговые привилегии, которые мы будем получать. Ну, давайте одну дорогу туда. Так, ну и сразу же пастбища для овец. Так, три фирмы обеспечили. Четыре. Ну, сейчас будет пятое. Так, все, считайте, об этой отрасли можно не волноваться. Но пока мы отключим полностью эту отрасль. Опять же, сперва себя нужно обеспечить элементарными потребностями. А уж после переходить к чему-то более серьезному. Так, что касается дальнейших наших маршрутов, может быть, мы даже и перестроим это селение. Ткацкие мастерские нам понадобятся здесь. Сразу же давайте как-то, как-то, как-то вот так поставим их. Ладно, будет у нас квадратная форма кварталов все-таки. Наиболее удобная для нас. Так, есть контакт. Что ж, ткацкая мастерская обязательно должна быть и должна быть в большом количестве здесь. Поэтому сразу же здесь выстроим районы с ткацких мастерских. И да помогут они нам развить наш город, поднять его до небывалых высот и приблизить к славе Рима. Наверное, в то время говорили бы, нет ничего выше, чем Рим. Ничего более роскошнее. Хотя не всем Рим принес мир. Многим он нес смерть, войну. Так, 8 мастерских. Отлично. Так, здесь мы опять же повторим инженерный пост в префектуру. Важные здания. Надеюсь, они нам действительно будут спасать жизнь на первых этапах игры. Так, теперь хотелось бы разобраться с мебелью. Давайте, наверное, включим фермы. Мы их искусственно просто подключаем в начале игры. Или, вернее сказать, подключим. Так, хорошо. Плюс, что мы здесь будем делать? Мебельные мастерские. Так, есть такие у нас. Есть 6 мебельных мастерских. Можем, в принципе, 7 поставить. Хотя, вы знаете, это далеко не обязательно. Так, чувствую, будет у нас здесь горячо. Поэтому лишний префект не помешает. Так, давайте немножко очистим эту территорию от леса. Неправильная формулировка вопроса. Очищать от леса, но... Так. Так, есть лагерь травосеков. Маши зданий, по идее, должно хватить. И мебель потечет на наши рынки. Да и не только на нашем. Хорошо, давайте теперь займемся самым элементарным нашим кварталом. Плебеи должны ощущать все прелести жизни этого города. Уж для этого, вы поверьте, я постараюсь обеспечить их всеми элементарными товарами. Так. Почти правильно построили. Сейчас. Нам таких 4 района потребуется где-то. Жаль. Еще одно дерево придется срубить. Вообще, Рим, интересная игра тем, что здесь какие-то бессмертные деревья. Их бесконечно можно рубить. И заново они вырастают на пнях. Так. Так. В принципе, в этой игре все можно восстановить, кроме кредитной истории от Рима. Уж если вы ее сильно нарушите и потеряете все возможности, так скажем, восстановить свой долг перед Римом, то вам не сносить головы. Так. Ну и давайте 4 квартал также достроим. Где-то вот здесь он будет. Так. Ну что, вроде готово. Давайте теперь мы поставим где-то, где-то, где-то вот здесь фонтан. Так. Так. Что касается рынков. Рынок и базар вот здесь. Рынок и базар вот здесь. Так. Вода, качку. Где-то цистерну, точнее, где-то вот здесь разместим. Так. Аквит-дук. Так. Давайте, наверное, разместим здесь святилища различные. Так, святилища Юпитера, Марса, Меркурия и ЦРР. Бахусу, может быть, тоже построим в этой игре, но несколько позже. Так, отлично. Так, ну что ж, можно теперь и средний класс попробовать здесь разместить. Давайте сделаем это необычным для нас образом. Впишем его просто в городскую инфраструктуру. Ну, вот как-то так это будет выглядеть. Так, хорошо, теперь пост мытаря. Самые дорогие из наших жителей в городе. Мытарями себя называемые. Так, больница есть у нас. Что еще для жизни города нужно давать? Перефектов. Ну, конечно же, инженеров. Так, ну вроде бы жилой комплекс первого уровня у нас создан. Так, братцы, чего бы, чего бы еще, кроме еды, нам нужно было бы построить. Что касается самой еды, мы здесь поставим несколько житниц. Так, одна житница у нас будет работать на зерно, вторая на овощи. Так, и сразу же разместим необходимое количество ферм. Так, по четыре фермы каждого толка у нас будет. Так, четыре зерновых, четыре овощных. Поехали с полями. Давайте дальше. Давайте даже, наверное, по пять. Может быть, этого нам будет не хватать. Пусть еще одна зерновая. И одна овощная ферма будет. Так, хорошо. Овощные фермы мы также здесь начнем строить. Точнее, застраивать их поля. Музыка, муузыка. это наверное лишнее уже 5,8,9,10 да отлично вот бы даже пару лишних житниц поставим как мы не рассчитали наши силы так ну неважно в данном случае сейчас мы эти житницы достроим будет у нас прекрасные события когда начнется урожай полностью не будут заполнены всем продовольствием и провиант потечет на рынке нашего города очередной инженер и префект должны здесь присутствовать и контролировать так жители нашего самого бедного класса конечно же тоже будут получать все необходимое кстати мы еще можем построить торговые ряды не будем брезговать этой возможностью так где у нас второй мытарь должен же быть постмотере так ну что браться давайте попробуем выжать в этих условиях занятость закрываем наверное сперва так жалований у нас всего лишь 5 монет это очень плохо так ресурсы давайте производство некоторых видов товаров мы пока что остановим мебель в том числе да и попытаемся справиться с теми испытаниями которые нам подбросит этот город так здесь тоже в принципе а нет здесь мы не закончили нашу инфраструктуру так пусть у нас здесь будет префект и инженер помимо этого нам нужно добытчиков мрамора здесь пригласить пусть хотя бы 6 ну все братцы поехали так первые люди устремились наш город вот они герои герои завтрашнего дня главное чтоб префект и инженеры заработали это первое условие эффективной жизни нашего города всего люди потихоньку прибывают горитого здания наших но вот исправимся так что у нас здесь пожарами так хорошо префект аффект аффект у нас теперь достаточно для сдерживания пожаров всех остальных ресурсов тоже ждем, ждем теперь пока прибудут все остальные наши граждане так, тысяча человек уже есть давайте еще производство от мрамора увеличим на первых этапах игры для нас это очень важно давайте посмотрим по стоимости ресурсов, что это будет примерно мрамор по 50 покупают одежду по 50, мебель по 70 ну да, как видите, без мебели практически нереально выжить без головы тоже особо-то не проживешь, поэтому надо как-то удовлетворить Рим так, пустой склад, почему-то мрамор здесь отображается интересно так, ну все торговая машина заработала включаем наше предприятие теперь мы должны окончательно выдаться из долгов так, что там дела империи 27 ох, эти 27 давайте поставим здесь склад здесь 27 может быть, оно нам пригодится в других каких-то масштабах теперь у нас здесь нам надо будет склад с шерстью поскольку нам, скорее всего, еще придется производить оружие во всяком случае я такое предполагаю так, минус 3400 динариев у нас есть ну что ж, мы потихоньку на пути к выздоровлению нашей экономики так, первые плоды наших урожаев уже пожинаются гражданами нашего города так, мебель тоже начинает продаваться давайте посмотрим мебель у нас немного продана так, мрамор полностью заполонили кое-где кое-как ну да, в принципе у нас еще есть что продавать до конца этого года сбережения у меня очень-очень плохие ну ничего как видите даже наша кредитная экономика имеет способность к выживанию поэтому мы обязательно выкарабкаемся из этого положения ну что ж овцы выросли пора их стричь братцы, братцы, братцы да, сырье появилось сейчас мы одежду начинаем производить ведь не все так быстро как хотелось бы так, 1600 отлично это ноябрь месяц ну как только наше производство разгонится денег у нас будет достаточно что там что там производство одежды минус тысячи так, давайте еще раз дарю в рим хоть как-то попытаемся спасти наше положение вы же посмотрите на это у нас средний класс начинает расти вот вот она мебель так, но обязательные самые бедные слои населения также будут возрастать хорошо главное, что у нас нет переизбытка материалов в случае чего шерсть будет приходить на наш склад так, то же самое с деревом оно будет постоянно накапливаться вы посмотрите у нас 1893 динария так, ну 20 что нам нужно давайте взращивать наше производство ввысь так, что у нас тут по дислокации спокойно ли мы можем размещать да, в принципе большая здесь площадка есть, мы можем спокойно разместить любые новые слои населения ну, давайте так и сделаем где-то в размере 4 вилл нам потребуется очередной способ поправить городу наше финансовое положение вы знаете это как-то напоминает наверное что ли идею Лас-Вегаса город в который будут приезжать богатые туристы развлекаться хотя в Лас-Вегасе я думаю разные туристы приезжают и богатые и не очень все кто верят в азарт в мечту во всяком случае как им кажется давайте максимально украсим наших патрициев так и что еще они потребуют они же конечно же потребуют проведи нам водопровод конечно же Робус для вас проведет водопроводы будет будет у вас здесь цистерна находиться так и акведуки конечно же мы не пожалеем акведуков для жителей нашего города ну что ж давайте потихоньку запустим плюс построим здесь еще лечебницу лечебницу можем построить еще театр театр не помещается Рим установил новый размер жалования для работников обратись советникам по троту с разъяснением вот где наши советники так братцы 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 зал совета вот он вроде бы религия что у нас есть в принципе нормально занятость нормально население продолжает расти ресурсы в принципе тоже пребывают достижения да единственное что мы в культуре в процветании пока что не догоняем ну боговоление можно догнать обязательно так ну давайте немножко повысим жалования нашим только не понимаем где совет можно спросить давайте посмотреть здесь разместим плюс разместим наверное театр и актерскую школу с как деревня придется Так, ну все сделаем для того, чтобы наши патриции поднялись. Так, в садниках тоже вроде бы шикарная жизнь. Хорошо, все, что нам теперь нужно, так это поднять немножечко наш... Так, а что мы можем сделать еще, интересно? Я все-таки так и не понял, как можно... Так, карты города, советники, ничего не говорят. Рабочий продолжает прибывать в наш город. Что у нас тут может быть? Давайте построим кранки. Ну что ж, первые граждане, молодцы. С экзотическими товарами я не готовы продолжать свое развитие. В принципе, почему бы и нет. Так, какой самый дешевый у нас из экзотических товаров? Самый дешевый это янтарь. Хорошо будет вам янтарь. Тогда мы строим где-то здесь купеческий базар. Ну, соответственно, и граждане будут получать свои ресурсы. Но достаточного количества на этом базаре. Давайте купеческий базар. Давайте обычный рынок. Базар не для плепеев. Также выстроим. Так скажем, отдельный сервис для лучших жителей нашего города. Так, и просто внутри. Так, что касается экзотических товаров, здесь у нас специально будет склад под эти нужды. Сперва, наверное, выделим для янтаря необходимое благосостояние. Так, кажется, здесь вроде бы янтарь продавался. Отлично, янтарь зашел. Товары какие-то продаются. Так, ну одежды, похоже, нам не хватает. Так что, дополнительные ткацкие мастерские. Вроде бы и так их немало, но, оказывается, мало. Собственно, если нам мастерская, думаю, не помешает. Так, вот он, первый экзотический товар пошел. Где наш первый янтарь? Так, ну если народ требует зрелищ, то нам металл нужно откуда-то брать. А, Македония. Где у нас Македония? Македония. Давайте мы, как-то, будем покупать какое-то количество металла. Пусть даже самое минимальное. Так, металл будет вот здесь складываться. Наполовину это будет железом, наполовину это будет оружием. Наверное, несколько фабрик по производству оружия мы здесь выстроим сейчас. Да, слишком много их тоже не нужно, но хотя бы минимальное количество для производства орудий для гладиаторов обязательно нужно иметь. Так, плюс, что мы можем еще сделать? Можем начать добывать мясом и взамен этого мяса будем... Давайте житницу отдельно выделим для этих нужд. В общем, это нам потребуется для развития Колизеи. Дикие животные требуют мяса, мы его предоставляем и получаем себе хороших игрушек для Колизеи. Ну, смертельная игра, конечно, этот Колизей. Я так предполагаю, что это даже была ритуальная игра. Так, давайте четыре, хотя бы у нас будет фирма таких. Пастбище для скота, восемь штук. Замечательно. Так, теперь диким животным будет где развернуться. Школа дрессировщика будет находиться прямо вот здесь. Правда, это школа гладиаторов. А здесь мы разместим наш лезель. В принципе, как вы видите, все хорошо. Экспорт принес нам 10 тысяч в этом году. Налог с продаж практически 4 тысячи. И налог с недвижимостью 848 монет. А это только октябрь месяц. Отлично, оружие начинает разводиться. Все, гладиаторы обеспечены. Смотрим по достижениям, что нам требуется. Культура у нас будет процветать. Конечно же, безопасность уже хороша. Процветание есть. Ну, в принципе, в наших силах подняться. Окончательно подняться. И отпраздновать победу. Вот здесь поставим. Пусть провин культура у нас окончательно подняется. Если с не до небес, то до таких высот, с которых нам явно не захочется спрыгнивать. Так. Хорошо. Хорошо. Сберем появление гладиаторов. Что там? Наша ферма. Постепенно этот механизм заработает. Так. А насколько нам нужно процветать? Процветание подняется еще практически наполовину. Возможно, от нас сейчас потребует еще один экзотический вид ресурсов. Так, водку, конечно же, придадим. Ну что же, давайте, наверное, тогда где-то, где-то, где-то вот здесь будем тоже покупать какой-то из ресурсов. Так, здесь на складе мы его будем хранить. Ну и здесь будет, соответственно, продажа вестись. Так, что по процветанию? Застыли мы на одном уровне. Культура повысилась. Безопасность наша повысилась. Благоволение мы поднимем. Все. Весь вопрос теперь в процветании. Так, что по финансам? 1300 принесла наша реформа наших поместий. Рим установил новый размер жалования для работников. Обратись к советнику по троту за разъяснением. Вот это мне очень интересно. Занятость. Ну давайте еще устанавливаем. Не вижу, правда, этого совета. В слепую практически действую. Где наши новые экзотические товары? Почему до сих пор новинков нет? Вроде бы уже купили. Давайте, может, соль еще будем покупать. Хотя бы в таком количестве. Так, 5000 плюс у нас есть. Видите, если хорошо налажена налоговая система торговли, с деньгами не должно быть проблемой. Можно даже залезть в любой долг. Это все, конечно же, окупится. Так, два экзотических товара здесь есть. Войска. Войска, Грин. Введите вы со своими войсками. Да, откуда они возвращаются. Ну, я боюсь, у нас выбора особо-то и нет. Придется, скорее всего, устроить войско. И трескнем. Все-таки попробуем ложиться в благосостояние. Так, что у нас там в религии? Милость Юпитера самая большая. Так, с религией мы дальше развиваемся. Давайте. Святилище Меркурия. Отлично, все требуется. Значит, будет все в наших руках, вот видите. Так, есть у нас форум. Базилика тоже у нас сейчас будет поставлена здесь. Так, отлично. Все, для отличной жизни наших патрициев практически сделано. Так, все, граждане должны совершить последний забор. Так, что у нас сейчас по благосостоянию. 21 из 30. Благоволение мы сможем и докупить. Это не проблема. А вот благосостояние нужно всегда держать. А вот он в курсе. Если нет, ну еще экзотические товары мы будем покупать. Давайте на шкуру перестроимся. Так, что у нас сейчас по достижению. 26 из 30. Ну да, еще хотя бы на раз нам нужно совершить прыжок. Практически выполнили наши условия. Так, процветание 30. Отлично. Все, благоволение Рима надо поднять. Мы его поднимем искусственным способом. Так, во-первых, давайте мы изменим жалование себе на 200 монет. И за один раз победим. Сейчас август. Где-то в сентябре мы это сделали. Ну что, держишься. Отлично. Изменим жалование снова на прежнее. Ну и поехали. Дары времени. Теперь парфяне подумают дважды, прежде чем смогу угрожать Риму. Цезарь доволен тобой. Ведь ты принес мир на восток. Ну что ж, друзья. Как видите, достаточно интересная миссия была у нас в этой компании. Появились новые слои, такие как поднятие жалования рабочим. Хотя ранее мы это также использовали. Для увеличения популярности римской власти, ну, как видите, в любой миссию можно пройти. Спасибо всем за внимание. С вами был ваш Ромалус. До скорого.